Дорогие телезрители, я от всего сердца приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». В прошлой нашей программе мы, на примере встречи Филиппа с Евнухом из Эфиопии, увидели, что является первыми двумя составляющими истинного обращения. Это Божие деяния и почтительный слуга. Сегодня мы услышим о двух других признаках. Какую роль играет Слово Божие при благовествовании и как выглядит ответ обращенного человека? Об этом вам расскажет пастор Кристиан Эвегерт. Эфиопский министр финансов, о котором мы говорим, пережил истинное обращение. А составляющие истинного обращения — это, во-первых, Божие деяния. Только если Бог совершает деяния, то люди обращаются веру. На примере этого Евнуха мы ясно видим, что Бог обратился к нему еще в Африке и заставил его отправиться в Иерусалим. А затем Бог отправил к нашему министру финансов Филиппа, который встретился с ним на дороге в пустыне по пути на его родину. А вторым важным компонентом является тот факт, что Богу нужны слуги, готовые покориться Ему и идти туда, куда он скажет, даже туда, где им будет трудно и тяжело что-то делать. Филипп пошел по дороге, через пустыню и через какое-то время увидел Евнуха, ехавшего в колеснице. А вот как это описывается в Библии. Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Тут мы видим еще одну составляющую истинного обращения. Это Слово Божие. Сердце Евнуха было подготовлено принять Бога благодаря Божьему Духу. А Филипп, благодаря Духу, был готов и хотел донести до него благую весть. И вот наступил нужный момент для Слова Божьего. Это было не массовое обращение, как это было в Самарии, а встреча один на один. Филипп проявил новаторский дух как в Самарии, так и в случае с Евнухом. Он принес первым благую весть в Самарию и был первым, кто заговорил с африканцем после того, как тот обратился в веру и стал первым христианином Африки. Это были два совершенно разных мероприятия. Первое было предназначено для множества человек в Самарии, а второе — встреча один на один — личным благовествованием. Если мы сравним два этих события, мы увидим, что Филипп вел себя во время каждого из них совершенно по-разному. В первом случае он говорил перед народом, перед большой массой людей, а во втором — всего перед одним человеком. В первом случае перед ним были самаритяне, народ, состоящий из множества народностей, а во втором — чернокожий африканец. В первом случае были люди, которым его религия была близка. Половина из них были иудеями, а другая половина — представителями других верований. А во втором случае перед ним был язычник. В первом случае перед ним были обычные люди, а во втором — высокопоставленный чиновник. Абсолютно разные условия, но слово, которое он доносил до них, было одним и тем же. Это была благая весть Иисуса Христа. В первом случае он публично провозгласил имя Иисуса в Самаре, а в другом рассказал об Иисусе в личном разговоре. Его послание было одним и тем же. Он его не менял, несмотря на то, что слушатели его были абсолютно разными людьми. Он поменял только способ передачи этой информации, но информация осталась той же. В нашем сегодняшнем отрывке из Библии мы можем увидеть пример личного благовествования. Наверняка вы, будучи христианами, уже сталкивались с подобным и еще не раз столкнетесь с этим в будущем. Первое, что мы можем увидеть, даже при личном благовествовании на первый план, встает Слово Божие. Когда Филипп приблизился к колеснице Евнуха и услышал, что тот читает, он спросил его, «Ты разумеешь, что читаешь?» Мне кажется, разговор разумнее завязать с вопросов типа, «Скажи, а сколько лошадиных сил о вашей колеснице?» Но он не просто хотел поболтать. Он спросил Евнуха напрямую. Конечно, это был довольно необычный случай. Я вам честно скажу, что довольно редко можно подойти к человеку, чтобы сообщить ему благую весть и увидеть, что он читает Исаи. Было бы неплохо встречать таких людей почаще. Тогда можно было бы просто начинать с этого вопроса. А вы понимаете, о чем вы читаете? Филипп не стал отвлекать Евнуха досужими разговорами, а сразу спросил, «Разумеешь ли, что читаешь?» А все потому, что он хотел поговорить с ним о Слове Божьем и только о нем. Святой Дух открыл сердце Евнуха Слово Божьем. При истинном обращении все происходит именно так. Характерной чертой истинного обращения является тот факт, что при нем всегда имеет место вопрос о Божьем Слове. И в случае с Евнухом было именно так. Поэтому Слово Божие играет в личном благовествовании очень важную роль. Во время него мы должны донести до людей Слово Божие. Тут возникают вопросы. Дух Святой должен привести грешников к Слову. Именно в этом и заключается задача Божьего Слуги, который готов, как Филипп, донести до людей Слово Божие, а также помочь им понять Священное Писание и увероваться в Него. Разумеется, всякий раз это происходит по-разному. Но мы не должны благовествовать лишь для того, чтобы, например, помочь с покупками женщине, у которой проблемы с ногами. Тогда мы неблаговествуем и выражаем любовь. Таким образом, мы не несем благою эвест. При любом благовествовании Слово играет особую роль. Так Филипп привел Евнуха ко всей глубине Слова. А что еще важно? Речь идет не о Слове в обобщенном смысле, а об Иисусе Христе. В тот момент Евнух читал 53 главу книги Исаия. Это просто суперглава. В ней мы можем видеть Иисуса. В ней описывается заместительная жертва Мессии, Иисуса Христа, которую закололи подобно жертвенному агнцу Божьему. При этом он был нем и смирен. Евнух читал именно это место из Библии. И первое, о чем он попросил Филиппа, «Не мог бы ты объяснить мне, о ком тут говорится?» О ком эти слова? Может, тут говорится о Моисее? О каком-то пророке? Может, о самом Исаии? О ком тут говорится? Вот как об этом рассказывается в Библии. Давайте посмотрим. «Как овца, веден был он на заклане, и как акнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? ибо вземлются от земли жизнь его». Итак, Филипп спросил, «Ты понимаешь?» И тогда в ответ Евнух спросил, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это?» «О Сибири» или «О ком другом?» И далее Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. «Личное благовествование в определенной мере должно быть основано на благое вести об Иисусе Христе». Неважно, с кем мы говорим. Благодаря милости Божией мы можем сказать, что донесли благою весть, если провозгласили Иисуса. «Если провозгласили Иисуса, это главное условие». И Филипп это знал. Он знал эту милость. Он не просто сидел там с Евнухом. Я тоже всего точно не знаю, но он был подготовлен. Возлюбленные мои. Это касается меня, и это касается нас всех, тех, кто служит Слову Божьему. Мы хотим все быть готовы нести ответ за свою веру и быть способными говорить о ней. Филиппа научили это делать. Он видел, как проповедовал Петр в день Пятидесятницы, как он указывал людям на то, что о Христе было написано еще в Ветхом Завете. Он видел, и как проповедовал Стефан, и как он указал людям на то, что о Христе было написано еще в Ветхом Завете. Именно так он и научился. Поэтому он смог взять этот текст в помощь и привести этого Евнуха ко Христу. Пускай же Бог поможет и нам сделать нечто подобное. Он рассказал ему о Христе, который пришел в наш мир, чтобы умереть на кресте за нашу вину и наши грехи, которого повели как овцу на бойню. Но он ничего не сказал при этом. Филипп рассказал тому Евнуху, как Иисус Христос заплатил за наши грехи. А еще он рассказал ему, что этот агнец жил на земле совсем недавно и умер из-за его грехи в том числе. Я считаю, что это очень хорошо, когда мы в личном разговоре доносим до людей наши истории и рассказываем им, как мы должны находить Бога и что сделал Бог для нашей жизни. Очень хорошо рассказывать другим, как мы изменились. Но не стоит забывать о важности ясных слов об Иисусе Христе, ибо именно он имеет величайшее значение при личном благовествовании. Это было важно и для служения апостола Павла. Он провозглашал Иисуса. Он проповедовал о Христе. И в послании к Коринфянам он писал, «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятывая». Это все, что я хотел вам сказать. Разумеется, это нужно доносить в подобающей той или иной ситуации форме, но Иисуса нужно провозглашать. И как мы видим, Филипп сделал именно это. Итак, важно слово Христа, а еще важно спасение. Филипп объяснил явноху благую весть об Иисусе Христе и, разумеется, рассказал, что Иисус принес свою жертву за наши грехи. Он был агнцем Божьим, и поэтому его убили и забрали его жизнь на земле. Это и есть учение о спасении и заместительные жертвы Иисуса Христа. И это тоже важная часть личного благовествования. Разумеется, у нас есть опасение, что этими словами мы можем оскорбить других людей. Но вот что я вам скажу. Если они отвернутся от этого послания, то значит, время их спасения еще не пришло. Но это не означает, что оно никогда не придет. Мы не можем провести Царство Божие через черный вход, если у нас есть опасение, что если мы будем провозглашать Иисуса, мы их оскорбим. Другого пути в Царство Божие нет. Туда можно прийти только через Иисуса. «Я дверь», — сказал Иисус. И мы должны пройти через эту дверь к вере. Но мы часто лжем, потому что боимся провозглашать об Иисусе, Его смерти и Его воскресении. А больше говорим о Его благих деяниях, Его прекрасной церкви. Этим путем мы не приведем людей к Богу. К Нему есть всего один путь, «И это Иисус Христос». А это значит, что для истинного обращения нужно ясное провозглашение Слова Божьего как перед большой массой людей, так и при личном разговоре с нашими друзьями, соседями и знакомыми. Пускай же Бог подарит нам для этого мудрость, а также возможности, и подготовит наши сердца для того, чтобы и наши слова приносили плоды. И, наконец, еще одна составляющая истинного обращения. Это вера и покорность. А вот что сказано в Деянии. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода. Что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. При истинном обращении от человека лично должна последовать реакция на благую весть. При этом должна быть вера. Реакцией на нее должно быть раскаяние и вера. Вера принимает благую весть об Иисусе. Вера принимает, что Иисус, который описывается Исаией, как жертвенный агнец Божий, пришел сюда ради меня и умер за мою вину. Вера говорит, «Иисус сделал это для меня. Он умер за меня, потому что я грешник, и мне нужно искупление». Истинная вера понимает, что Иисус Христос — это Господь. Иисус сказал так, «Истина, истина, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Это значит, что при истинном обращении нашей реакцией всегда является вера. А еще нашей реакцией всегда является покорность. Вера и покорность идут бок о бок. Мы можем видеть это на примере этого евнуха. Некоторые принимают веру лишь внешне, но саму ее отвергают и идут своими собственными путями. Это не истинное обращение. Вера и покорность всегда идут рядом. И мы видим это на примере этого евнуха. Он хотел креститься. Он хотел покорно следовать за Богом. Он сделал шаг в сторону Иисуса, и этот шаг стал знаком его покорности. Ибо сам Иисус сказал, что мы должны научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. А это означает, что Иисус дал Первой Церкви поручение крестить народы. И те, кто хочет исполнять это поручение, понимают, что должны покориться Иисусу и следовать за Ним. Крещение — это не один из вариантов, а наша обязанность. Крещение символизирует собой, что человек познал Христа, что он понял, что Иисус умер за Него, так принято и в нашей Церкви. Мы считаем, что это символизирует для того, кто крестился, что он умер вместе со Христом, а потом воскрес вместе с Ним для новой жизни. Крещение — это выражение покорности. Так насколько же важно крещение? Я считаю, что оно очень важное. Мы можем видеть это в нашей сегодняшней истории из Библии. Оно настолько важно, что Бог сделал так, что вода оказалась там, где мы ее совсем не ожидали увидеть, а именно в пустыне. Они поехали по этой пыльной дороге. Мы совсем не ожидали, что там будет вода. Но она там была. Когда Бог дарует нам истинное спасение и рождение свыше, Он заботится о наличии воды. Даже в пустыне. И мы часто рассуждаем о том, почему мы не хотим креститься, но крещение важно. у Евнуха была вера. Он был готов пройти весь путь до конца. Помните, он сказал, вот вода. Он хотел покориться Богу. Он был сильнее всех обстоятельств. Поэтому он и сказал, а что препятствует мне креститься? Мы все должны стремиться к истинному обращению в веру. Аминь. Бог должен совершать свои деяния, но для этого Ему нужны вы. Вот почему мы должны проповедовать о Христе и приводить людей к Слову Божьему. Истинные обращения — это такие обращения, на которые люди отвечают верой и покорностью. Именно так и сделал тот Эфиоп. Он стал первым, кто принес Благую Весть в Африку. Именно так исполнилось Божье обещание, когда Он сказал, а вы будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Именно так Благая Весть дошла и до нас с вами. Дославится имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. В Деяниях рассказывается о том, как Благая Весть об Иисусе распространилась по всему миру. Она дошла тогда даже до Африки, когда Филипп привел министра финансов Эфиопии к вере в Иисуса Христа. Сегодня Благая Весть пришла уже во все страны мира. Кристиан, не считаешь ли ты, что пора бы уже прекратить миссионерскую деятельность? Нужна ли она вообще? Да, многие люди сейчас считают, что в наши времена не стоит принуждать людей к вере в Иисуса. У нас современное открытое общество, и пора бы уже нам прекратить преследовать миссионерские цели. Но Иисус говорил нам совсем другое. Когда Он давал нам поручение идти по всему миру и провозглашать Его имя, Он не делал каких-то ограничений касательно лет либо количества стран или людей, которых нужно обратить в веру. Совсем наоборот. Давая нам это поручение в Евангелии от Матфея, Иисус сказал, «Я пребуду с вами, когда вы будете нести благую весть обо Мне». Он сказал нам нести ее до края земли, а это значит «до Его возвращения», то есть до тех пор, пока Он не вернется к нам. Это поручение касается Его учеников, поэтому мы должны провозглашать благую весть и заниматься миссионерской деятельностью. Характерной чертой деяний стал тот факт, что всюду, куда пришли апостолы, были основаны церкви. А какая идея у нас сейчас? Мы должны придерживаться той же идеи, что и первые миссионеры. Нам известно много случаев из истории и прошлого, когда люди пытались прибегнуть к другим методам. Но мне кажется, что для того, чтобы христианство развивалось здравым путем, нужно, чтобы люди собирались для веры в церквях, в тех местах, где они живут. Именно так поступали апостолы во время своего миссионерства, описанного в деяниях. В Новом Завете мы можем прочесть послание к церкви. Именно это мы учили в те времена в церквях, где собирались верующие. Церковь — это место, где христианин следует за Иисусом вместе с другими верующими. Он получает там также защиту. Он получает там указания к действию. Он ощущает там любовь. Он находит там место для служения. Он получает там причастие. Церковь очень важна для Иисуса. Апостол Павел в послании к Ефесиным пишет даже, что она — это невеста Христа, и он пролил за нее кровь. А сам Иисус сказал Петру, «Ты — Петр, и на всем камне я создам церковь мою». Он сказал, «Я создам церковь мою». А вот что решил Иисус. А потом он добавил, «И врата ада не одолеют ее». Это важное заявление. Это означает, что Иисус создал ее руками своих учеников. Важной составляющей истинного обращения является тот факт, что мы должны ответить Богу покорностью и верой. А еще мы должны передавать благую весть другим людям. Кроме того, очень важно оказывать конкретную помощь тем, кто оказался в беде. Поэтому наша Церковь оказывает ее на всех континентах нашей планеты. Например, в Восточной Европе. Сейчас мы покажем вам небольшой сюжет о нашем гуманитарном проекте на... Дорогие зрители, истинную веру можно проявить и через любовь к ближним. Мы сердечно благодарим всех, кто помогает нам дарить надежду и обеспечивать хорошее будущее людям по всему миру. Спасибо вам огромное. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова